Ну, и сейчас мы перенесёмся в какую-то параллельную вселенную. Гав-гав, мать твою! Добрый день! Здравствуйте, друзья, с вами Декарт. Мы продолжаем играть в Эдну и Харви, новые глаза Харви. И я сейчас буду проверять одну секретку, не секретку. Ну, наверное, это как секретка можно назвать. Меня в комментариях написали, что когда нажимаешь на пробел, тут как бы высвечивается, что можно пойти в деревню, можно посмотреть на огонь, а можно поговорить с медиумами ранее. Но! Оказывается, есть ещё скрытая стрелочка вот здесь. Да, действительно, так оно и есть, как мне и написали. Типа, нужно её подвести в левый угол. Ну, окей, давайте смотрим в левую сторону экрана. Чё там будет? Куда мы придём? Согласен! Какого хрена? Не понял. Э-э-э-э, чё, обратно что ли уже пошла? Давай ещё раз! Зачем? А зачем это нужно? А смотрите, я понял в чём дело. Наверное, нам показывают, что это та самая, то самое кладбище и та самая церковь, в которой закончилась игра Эдна и Харви Взрыв Мозга. Ну, не то, чтобы закончилась, но короче, вы поняли. Смотрите, ну реально, то же самое место. Вот я точно помню, как Эдна и Харви тогда приходили вот сюда, и я тут ещё могилы пытался использовать. Потом шёл дальше. Да, и вот она, вот эта вот церковь. Вот эта вот церковь, в которой я там на рояле играл, на гитаре с Харви. Жуткий был момент, на самом деле. Пришлось там, конечно, мозг себе потрахать. О, смотрите! Это что? Затычки для ушей? Потрясающе! Спасибо! Именно то, что мне сейчас нужно. Какого хрена, блин? Нет. Великовато будет. Как великовато? Не по... Так. Эй! Меня кто-нибудь слышит? Ааа! Так-то лучше. Да! Громко и чётко. Кто будет первым? Макс Миксо? Надо было догадаться. Ты не сделаешь мне ещё одно одолжение? Это насчёт Макс Миксо, бывшего бармена в деревенском баре. Он волнуется о своём наследии. Вулкан Берсерк! Он всегда надеялся, что этот напиток однажды сделает его бессмертным. Мы обе знаем, что его план провалился. Но теперь он буквально унёс рецепт с собой в могилу. И он очень хочет передать его потомкам. Он очень простой. В коктейле всего три ингредиента. Жевательный мармелад, полынь и перец чили. Запомнила? Спасибо тебе. Может, великий Макс Миксо наконец обрисёт покой? И я тоже. А как, вы спросите, я до этого догадался? А я просто подошёл к ней и начал абсолютно всё на ней использовать подряд. Неоновый напиток, копилку для пожертвований, перец чили. Дошёл до жевательных конфет, а на человек пихать себе в уши. Офигеть. Вот, вот так вот надо проходить квесты, ребята. Просто берёшь и всё комбинируешь. Я до этого пытался ещё комбинировать абсолютно всё, что мог между собой в инвентаре. Но, по-моему, у меня ни черта не получилось. Так, смотрите, давайте посмотрим этот коктейльчик. Полынь, перец чили, жевательный мармелад. Понятно? У нас, в принципе, не хватает полыни и жевательного мармелада. Это печально, на самом деле. А вот этот вот, убойная ядовитая улыбка. Этот коктейль нам, в принципе, нахрен не нужен. Но рыба шар, почему-то её всё равно можно получить в том автомате в баре. Как-то. То есть, как-то. Нужно, опять-таки, достать монетки из этого списка пожертвований. Короче, полынь и жевательный мармелад, да? Я понял, что нам надо. Нам надо полынь и жевательный мармелад. Где... А, вот жевательный мармелад, смотрите, подсвечивается. Отлично, хорошо. Окей, теперь у нас есть два ингредиента из трёх. Где сраная полынь? Давайте её искать. Подозреваю, что, возможно, где-то там вот. Перекрёсток. Вот, смотрите, здесь же всё-таки болотное озеро. Меня туда пустят? А меня туда, наверное, не пустят, да? Нет, смотрите, я про... Офигенно. А раньше же, если я не ошибаюсь, кролик меня останавливал и не позволял мне туда пройти. Или я путаю что-то. Ой, зараза, зараза, опять начинается это говно. Опять её там шандарахает током. Ну вот... Харви, Харви. Ты меня разочаровываешь в этой части. Ты просто, знаешь, ты такой зануда. Просто пипец. Чаще всего их можно встретить возле кустов полыни, так как они помечают свою территорию на листях этого растения. Поэтому избегайте кустов полыни после захода солнца, лесной рейнджер. Ага. Но она не знала, как опознать полынь. Это, если кто не понял, про саблезубых этих... Как его? Саблезубых кабанов рассказывают, которые возле кустов полыни якшаются. Но надо их как-то... Коры-то для корма. Так, и никак нельзя понять... Ну реально, а как выглядит эта сраная полынь? Геррет! Геррет, как полынь выглядит? Подскажи, чувак! Нужна полынь! А, блин, эти козлы тут не дают нормально. Нажимаю пробел. Работник клиники, работник клиники. Блин, нихрена, нихрена не получается. Возьми полынь. Вот эта полынь, наверняка возьми ее, возьми ее, пожалуйста. О! О! Офигеть! Если саблезубые кабаны любят метить территорию, пусть делают это как следует. Я только что разлил этот неоновый коктейль сраный вот здесь. И зачем я это сделал? Че-то я не понял. Ну и в чем прикол? О! О! Че-то происходит? Хе-хе! А че это за хрень, кстати, там на горе? Гляньте. Как оно... Это как бы большое какое-то здание, но... Чему оно не скатывается вниз, я понять не могу. Так, значит, там че-то поменялось, наверное, да? Эм... Вот, смотрите, полынь. Теперь мы знаем, как она выглядит, потому что... Да, да, потому что они пометили вот этим говном. Все, отлично, слава богу. Хорошая загадка, кстати. Реально хорошая загадка. Ну все, давайте теперь идем в деревню, и сейчас мы бармену все это дело дадим, и он нам коктейль сварганит. А если он нам коктейль не сварганит, мы ему его лысую башку на пику насадим просто-напросто, я вам отвечаю. Так, давай, козел, коктейль на меню, пожалуйста. Сделай мне коктейль скотиной, иначе я не знаю, что я с тобой проделаю, ты понял, мудак? Давай, вулкан-берсерк, вперед! Вулкан-берсерк? Сейчас приготовлю! Но будь осторожен, этот напиток сшибает. Я говорю не о сногсшибательности, если ты понимаешь, о чем я. Нет, я не понимаю, о чем ты приду... Э! Да чтоб тебя, ты козлина ушастая! Лили! Для чего это? Это вредно для детей. Не должна пить алкоголь. Молоко куда полезнее для твоих зубов. Посмотри на мои фифтные зубы. Я тебе их сейчас выбью нахрен. Ну разве они не милые? А, смотрите, он... и он стоит. То есть можно с ним что-то сделать? Ну-ка, подойти к нему. Ты не должна пить алкоголь. Снова этот веселый кролик. Лили больше не рада была его видеть. Да я тоже что-то, я Харви, я тебя так ждал с самого начала игры. Ждал, ждал, а ты такой... Гондон ушастый. Что с тобой? Успокоительный насос. Давай насос ему в глотку запятай. Кролик был совсем не весел. В нем и так было полно горячего воздуха. Клубок? На. Я не знаю. Че он тут встал? О, клубок. Можно посмотреть? А, все, я понял. Клубок это такое... Это такое средство с ним взаимодействовать. Воги. Уги. Уги. Мне так нравится эта хрень. Давай. Уги. Вот противный у тебя голос, конечно, чувак. Ну, и сейчас мы перенесемся в какую-то параллельную вселенную. Гав-гав, мать твою. Добрый день. Это ж какая-то картина есть известного художника. Я не помню. Там, по-моему, реально тоже собаки, играющие в покер. Или что-то такое. Не первый раз я вот это вижу. Реально, картина, по-моему, такая есть. Эй, смотрите, уродливая девочка тоже хочет сыграть. Тогда она должна сделать ставку. Она не может играть без ставки. Мяу. Почему он мяукает, я не понимаю. Что за дичь? Мне надо с ними играть, да? Сигары. Давайте. Эй. Они только для игроков. Я собака. Банк майонеза. Это, я надеюсь, мне можно? Спасибо. Ведро для шампанского. Так. Лили нравился Хоу. Он напоминал ей о её кровати. Да. Без Эдны её кровать так холодна. Ой, что я несу? Кофе. Давайте возьмём кофе. Лили не была уверена, что в её возрасте можно пить кофе. Но поведенческого запрета не было, так что, наверное, было нормально. А. Ну, она прямо вот так вот приложится. Я думал, она просто возьмёт с собой, типа. Всё? А, я думал, загадки сейчас будем кидрить. Просто надо было чашку сраную использовать. А зачем я набрал всякого говна? И теперь мне... Невероятно. Кофе был таким крепким, что он вернул Лили из странца. Да, блин, это всё по... Вот ты ж, зараза. А, Лили, для чего? Это, это вре. Бла-бла-бла-бла. Так, сейчас мне опять, по-видимому, придётся... Придётся снова вот это вот делать. Кофе, значит, не подходить кофе. Не подходить кофе. Ни в коем случае. Так, это дело мы пропускаем. Сигары не дадут. Не дадут сигары. Да. Эээ... Стол для покер. Собаки сделали свои ставки. Теперь была очередь Лили. Что-то я должен... Майонез, пожалуйста. Это ещё что такое? Это что, твоя ставка? Мы тут играем на реальные деньги. Так что, либо клади бабло, либо гуляй. Я люблю гулять. Так, понятно. Ну, тогда давайте гулять, действительно. Деревня из вестерна? Из вестерна была? Ух ты, чёрт. Я, кстати, очень люблю вестерны. Я тащусь вообще от этой эпохи, от этих фильмов. Мул. Сидельная сумка. Давайте-ка возьмём, что там в сумке. Она реально возьмёт? Сидельная сумка. Открыть, закрыть. Золотый искатель! Блин! Я даже не заметил, что рожа чья-то. Эээ... О! Привет, незнакомка! Что такая милая девочка делает в таком опасном месте? Погоди. Ты тут из-за золотой лихорадки, да? Тогда можешь собирать свои чемоданы. Потому что единственное золото в округе. В моей шахте. И только я знаю, где она находится. К тому же ты всё равно не сможешь туда попасть. Подождите. Так шахта, наверное, находится там, где пещера, в которую нам кролик пройти не дал. Наверное, там шахта. То есть в ту сторону идти. Дорога в шахту. Забудь. Дорога в мою шахту секретная. Даже я с трудом её помню. Хм. Пожалуй, стоит ещё раз туда съездить. Шахта. Я так и знал. Ты хочешь заполучить моё золото. Можешь забыть об этом. Моя шахта хорошо спрятана. И даже если ты найдёшь её, ты не сможешь войти. Фот охраняет Виндигу. Лили не интересовала шахты. Но этот Виндига её заинтересовал. Может, он был очередным воплощением её запретов. Возможно, всё-таки стоило найти эту шахту. Виндига! Смотрите, наш кроличий ушастый Виндиг. Ты не знаешь, что такое Виндига, да? Ну, я и сам толком не знаю. Это какой-то индейский демон, который не пускает меня в мою шахту. Если хочешь узнать о нём побольше, спроси шамана. Он шатается тут где-то неподалёку. А шаман это по-любому, он вместо этой, он вместо целительницы на кладбище. Сто процентов. Шаман. Шаман? Без понятия. Я никогда не встречал его лично. Иногда я вижу его дымовые сигналы на горизонте, вот и всё. Но если кто-то и может рассказать тебе о Виндига, так это он. Всё, мы всё обсудили, значит. Смотрите, мы можем пройти к шерифу, мы можем пройти во двор, мы можем пройти в прерию и на кладбище. Как бы всё как и там, всё как и в обычной реальности. Давайте для начала к шерифу, например, сходим. Мне интересно с шерифом тоже поговорить. Всё-таки шериф это... Дверь была крепко закрыта, как жаль. Да, а ведь шериф это один из основополагающих, скажем так, составляющих хорошего вестерна. Ну давайте во двор войдём в таком случае. Войдём во двор, посмотрим, что у нас во дворе. Господи, мать твою! Что это за человек-картошка? Подходите, подходите! Я восхититель достижениями современной медицины. Крем против морщин с укрепляющими кожу. Компонентами из открытого космоса. Натуральные добавки для еды с добавными мотивами из животного мира. Наш новейший продукт. Таблетки для тех, кто... Посередине. Для тех, у кого не было времени и так, кто не хочет ждать после. Подходите, подивитесь чудесам! И попробуйте бесплатно Alcofix. Эксклюзивное чудотворное лекарство на алкогольной аспире. 100 градусов на вкус. И 100% эффективность. Привет, маленькая леди. Тебя интересует пробная бутылка Alcofix, чудотворного бренди? Ммм, вообще-то ты выглядишь вполне здоровой. Я боюсь даже Alcofix не решит твою проблему с ушами. У тебя что-то болит? Чё за ушами? Чё с ушами? Неизлечимые болезни есть? Звон в ушах? Гепатит? Сервикальный рак? Ммм, да. Мне тебя жаль. Но я не могу дать тебе пробную дозу Alcofix в таком состоянии. Возвращайся, когда заболеешь. Понятно, да. Вот уж интересная занятия. Заболеть надо. Гном производил благонадёжное впечатление. Очень благонадёжное. Охренеть. Просто самый благонадёжный из всех самых благонадёжных гномов. Кое тут, в принципе, не шибко-то благонадёжное. А они, наоборот, все тут ходят и радуются, когда кто-то сдохнет. И потом цензурируют его всячески. Его труп и кровь. Нам не туда можно вообще в прерию? Давайте попробуем сходить в прерию. Сейчас найдём там этого винтика. Здравствуй, товарищ стервятник. Какой строгий у тебя взгляд. А, да. Тебе того же. Скажи-ка, а ты не собиралась умереть и начать разлагаться в ближайшее время? Ха. Ну ладно. Что поделать? Мне всё равно надо завязывать с трупами. Мой диетолог уже волосы на себе рвёл. А больше фруктов, говорит. Ешь салат время от времени. Я всё это и сам знаю. Ну что я могу поделать? Я люблю гнилое мясо. Как учу гнилую плоть, так сразу начну кружить над ней. И, честно говоря, тут в пустыне сложно соблюдать здоровую диету. Если попытаешься оставить еду на потом, в ней тут же размножаются бактерии. Можно подхватить ужасные болезни. Гнойные чири и нарывающую экзему. Ну вот. Из-за всех этих разговоров и идей я проголодался. Оставь меня наедине с моим хорчащим желудком. Ну, слава богу, что ему и его диетолог хотя бы не сказал, блин, переходить на живую пищу. А то сейчас наши пятки бы сверкали. Да, Лили? Мы бы сейчас просто, Лили, с тобой убегали отсюда очень-очень далеко. И эта сволочь бы всё равно нас бы поймала, скорее всего, потому что он умеет летать. Дымовой сигнал. Где-то на горизонте у пончиковой фабрики были проблемы с дымоходом. У пончиковой фабрики? Нихрена себе. Эээ, солнечные часы. Так. Что это за... Зачем? Какой вот там смысл? Что мы пытаемся этим добиться? А я не знаю, я не имею ни малейшего представления. Кстати, майонез. Хочешь майонез? Стрелятник. Что это? То, что запахло гнилым мясом? Эээ. Иди, почисти зубы. По-моему, чувак, это тебе надо сделать, мне кажется. И не только... О! А, всё. Это стервятник. Это всё как надо. Я подумал на секунду, что, может быть, можно у него перо там оторвать. Индийское кладбище. Давайте посмотрим. Там шаман. Там шаман сто процентов сидит. Я прям в этом убеждён. Мы пока не можем пройти в пещеру, в шахту так называемую. Нас туда не пускают. Господи! Ребятки! Как давно мы... Так, кто тут из вас... А, так с ними нельзя побазарить даже. Вы смотрите, они тут просто сидят. Огонь. Ну, давайте. Пойдём к огню. Можно с вами? У-у-у. Это девочка? А что ты делаешь, Лимби? Только не говори, что ты... Она что, меня сейчас выкинет обратно? А! Нет, не выкинул. Нормально, нормально, окей. Что это значит? Да, нет. Что да, нет. Ну да. Что да. Какого тебе надо от меня? Ушастый хрен. Иди отсюда. Даже здесь закопался. Ты не должна врать. Козёл. Козёл. Ну, давайте, скажем тогда... Э! Э! Ладно, ещё раз пробуем. У-у-у. Ребята, гномики. Чё тут за дичь происходит? Вы мне не расскажете, а? Пожалуйста. По одному. Не хором. Чтоб я всех прослушивал. Расскажите мне, что здесь творится. Так. Э-э... Нет. Так, в этом случае мне придётся попросить тебя освободить линию. Мне надо закончить тут пару сеансов. Хе-хе-хе-хе-хе. Чё-то я не понял. Какого дьявола, а? Э-э... Деревня из вестерна. Всё, только огонь. Ну, может, майонез в огонь кину? Давайте майонез в огонь кинем, я не знаю. И-и-и! А этот козёл выбежал. И что он скажет? Привет, Лили. Ты ведь не собираешься играть с огнём. Конечно, ты этого не хочешь. Слушай, мне срать вообще на твою скрюченную старую каргу? Идите с ней, долбитесь в пукан. Где-нибудь, отстань от меня. Ничего не даёт сделать. Ничего не даёт сделать. Всё, что я в этой деревне из вестерна получил, это кучу каких-то бесполезных сраных гномов и банку с майонезом. И вот что хочешь с ней, то и делай. А может быть её в седельную сумку положить? Мул! Подождите. Мул не хотел раздавить или съесть Лили. Он просто её игнорировал. А если ему в седельную сумку кинуть майонез? Я не знаю, зачем это нужно. Давай, открывай седельную сумку. Раз. Теперь майонез. В седельную сумку. Лили была уверена, что это не совсем подходящая правильность. Тогда хреново знает на самом деле, чё... Чё... Может съесть? Съешь майонез, Лили? Эй, оставь доли в покое. Если будешь вести себя спокойно, можешь полюбоваться ей сдалека. Но лучше не приставай к ней, когда она ест. А ты не хочешь? Ммм... Провизия в дорогу не помешает. Но майонез быстро портится на солнце. Он мне не пригодится. Ясно. Ясно, что... Ни хрена не ясно. На самом-то деле, по большому счёту. Давайте, наверное, я думаю, на этом мы будем заканчивать. Дальше я буду сам думать как-то, раздумывать. О, замечательно. Человек карту... Тут точно ничего? Не, в этом месте точно. Тут только доктор Шарлатан, про которого сказано, что он производит благонадёжное впечатление. Такой вот потрясающий... Потрясающий благонадёжный Шарлатан. Да, оказывается, такое бывает. А я не знал. В общем, давайте на этом заканчивать. Буду дальше думать уже в следующий раз. Пока не знаю, чё да как. Как с майонезом с этим ходить, везде тыкаться. Мне чё-то как-то не особо на запись весело. Это скучно будет смотреть. Когда я разберусь более-менее, мы продолжим. Через, не знаю, пару дней, может. Может, чуть позже, может, чуть раньше. Посмотрим. Если вам понравилось это видео, то ставьте ему лайк, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Нажимайте на колокольчик, на поделиться, рассказывайте друзьям. Вступайте в группу ВК, ссылка внизу в описании. Всё, боковым зрением я уловил какое-то движение было. И всё на этом. Всем счастливо, всем удачи. Всем пока.